Добрый вечер, сегодня понедельник, и как всегда у нас совместный эфир «Археология Форбса», и сегодня мой соведущий и заместитель главного редактора «Форбса» Эльмар Муртазаев. Здравствуйте. Ну и сегодня решили мы поговорить о яблоках, о яблоках, о судьбе бренда Apple. Потому что у нас в гостях сегодня знаменитый российский яблоковод. Это Евгений Бутман, основатель компании ECS Group, которая в течение 16 лет была главным представителем и дистрибутором фирмы Apple в России. И он в одном из последних номеров «Форбса» опубликовал колонку под названием «Как Apple из всеобщего любимца превращается в ненавистную монополию». Ну и другой информационный повод состоит в том, что буквально несколько недель назад он издал книгу, вернее, издательство «Ман, Иванов и Фербер» произдало книгу Евгения Бутмана под названием «Ритейл от первого лица», где он рассказывает свой опыт основателя компании Restore, сети магазинов Restore, как он занимался распространением Apple. Так что вот если говорить о судьбе бренда вообще и о судьбе Apple России в частности, то мне кажется, сложно найти лучше собеседника. Ну вот, Евгений, такой вопрос сразу. Почему вы считаете, что тренд поменялся, и сейчас Apple, как вы пишете, из всеобщего любимца превращается в некую такую моногонимую монополию? Ну, во-первых, добрый вечер. Я хотел сразу оговориться, что я, безусловно, эту колонку написал от начала до конца, однако название придумал не я. Я бы не дал такого названия, потому что я не считаю, что он превращается в ненавистную монополию. Тем не менее, я считаю, что некоторые изменения происходят. Происходят они в первую очередь с имиджем Apple и с действиями Apple в публичном поле. И я бы сказал так, что на самом деле произошло. Самое главное, что происходит, это что Apple стали оценивать как обычную нормальную корпорацию. Это вроде такой простой тезис, но из него следует достаточно много выводов. Дело в том, что много-много лет, с тех пор, как компания Apple возглавил Стив Джобс, вернувшийся к рулю компании, компания в общественном мнении была, и в общем восприятии была таким абсолютно непрозрачным черным ящиком волшебника, который производил чудеса. Производил магические игрушки, производил, так сказать, вещи неожиданные и невероятно интересные. И на выходе из этого черного ящика стоял вот этот самый волшебник Стив Джобс, который, собственно, и демонстрировал восхищенной публике вот эти вот новые замечательные вещи. При этом никаких детальных и подробных обсуждений про компанию как про корпорацию не было. Говорили про продукты, то, чего Apple и хотел. Apple хотел, чтобы не говорили про компанию, а говорили только про продукты. И чтобы это всегда был такой большой сюрприз, чтобы это был такой вау, чтобы появление каждого продукта сопровождалось вот таким всплеском интереса и всплеском увеличением количества сторонников, увеличением количества народной любви к компании. Дальше произошло то, что, в принципе, и должно было бы произойти. Резерв вот этой политики, он, в принципе, исчерпался. Для этого можно перечислить много причин, почему так произошло. Для этого самые разные есть резоны. Однако это произошло. Apple, на мой взгляд, пока не готов перестроиться и начать вести себя как обычная корпорация. Apple продолжает вести себя как вот этот волшебный ящик. Тем не менее, ящик уже стал прозрачен, уже видно, что внутри. Уже выделяются отдельные лица, персоны, менеджеры. Уже начинается обсуждение, кого уволили, кого приняли на работу, за что уволили, кто сколько получает, какие у кого опционы и так далее и тому подобное. И дальше уже получилось то, чего никогда не было раньше при жизни Стива Джобса, а именно появление каждого нового продукта 100% совпадает с тем, что предсказали про этот продукт эксперты, аналитики и так далее. Ну да, исчезники, вот этот вау-фактор, фактор огромного удивления, шока. Ну да, Эльмар, мне тоже кажется, что вот как-то все, что со времени Кончины Джобса Apple выпустила, и iPhone 5, и iPad 3, они как-то абсолютно попадают в эту нишу ожиданий, и все говорят типа, ну и что? Ну да, и такое ощущение еще, знаете, что вдобавок к тому, что с уходом Стива Джобса, ну ведь при Стиве Джобсе каждое появление каждого продукта формировало ожидание не просто появления какого-то интересной штучки, но и формирование какого-то нового рынка, да? Нового, не просто iPhone, но и все программные продукты с ним связаны, и все приложения, то же самое с iPad. Сейчас такое ощущение, что каждый новый продукт рассматривается именно как продукт, не в отрыве, в отрыве от того окружения, которое его сопровождает. И это очень тоже интересная штука, потому что это значит, что компания просто теряет, грубо говоря, потенциальных союзников в этот момент. Ну, я бы сказал так, вот для самой компании ничего смертельного или супердраматичного в том, что она превратилась в обычную корпорацию, нет. То есть Apple, я все-таки хотел бы себя причислить к абсолютным безусловным сторонникам компании Apple, ее поклонникам. И я могу сказать, что у Apple настолько гигантский запас прочности, и она настолько сильна, что ничего ужасного с ней произойти не может. От того, что акции будут стоить не 700 миллиардов, а 500 миллиардов, в смысле компания в целом. Да, ничего страшного не произойдет. Но, тем не менее, мне кажется, что для Apple было бы очень полезно осознать себя в новой реальности и начать действовать в соответствии с этой реальности. Либо, ну, то есть, вот вернуться к прежнему имиджу, мне кажется, компания уже не сможет никогда. Ну, вот вы говорите запас прочности. А насколько, скажем, есть запас по вашей оценке, по инновациям? Есть ли какие-то козыри в рукаве в данный момент? Потому что всегда, вот раньше казалось на протяжении, по меньшей мере, 10-15 лет, что все время вот Apple этот козырь из рукава вытащит. И вот уже два года как не вытаскивает. Знаете, вот это вот про 10 лет, это действительно такое ощущение, которое есть у всех, и при всем при этом это абсолютный миф. Ничего этого не было в течение 10 лет. Я вот как человек, который могу в любой момент пересказать довольно долгий отрезок жизни Apple, я могу просто рассказать, как это было. Да, это уже очень интересно. Вы перед эфиром рассказывали, вы же, так сказать, поддерживаете, создаете музей Apple в России, да? Ну, да, это такая, это, может, отдельная тема, я в двух словах скажу. Есть такой замечательный человек, Андрей Антонов, который потратил очень много лет своей жизни и времени своего на то, чтобы создать коллекцию. И Андрей когда-то работал 100 лет назад, скажем так, в моей компании, потом он занимался совершенно другими вещами, мы поддерживали отношения, и когда я ушел уже из группы компаний CES, то я, в общем, скажем так, в благодарность за то, что Apple сделал в моей жизни, значил в моей жизни, я решил поддержать Андрея. Мы сделали музей. Есть музей, я думаю, что это один из самых полных музеев в мире, того, что выпускал Apple, и с момента от Apple II и до, скажем, 2002 года, там есть практически все, что Apple когда-либо создал. И Лиза вот эта, да. Есть, и все модели Apple II, и все модели ноутбуков, и все модели ньютонов, и, в общем, практически все. Так вот, возвращаясь к истории про 10 лет. Вот в том момент, как Стив Джобс вернулся в Apple, значит, сначала появился, это был объявлен весной 98-го года, iMac, вот этот полупрозрачный, интересный, замечательный, симпатичный iMac, уже с которого все стали говорить снова о феномене Стива Джобса. Потом, следующий продукт, про который уже все начали говорить, и который стал вот таким абсолютным, безусловным хитом, из которого началась та история, когда Apple перестал быть компанией для избранных, а стал компанией для всех, это iPod. И iPod – это реально продукт, который вообще изменил мир. То есть, что показал Apple? Я показал то, что дальше делал с каждым следующим продуктом. Он взял сложившийся рынок со сложившимся продуктом, где, казалось, ничего нельзя придумать, изобрести. И взял, и сделал чуть-чуть иначе, чуть-чуть по-другому, но это действительно совершенно изменило все. Это был 2001 год, когда он появился, а вот такое триумфальное абсолютное шествие, значит, iPod по миру началось где-то году 2003-2004. Значит, iPhone, напоминаю, появился в 2007 году. И к тому моменту, надо сказать, что весь вот этот вот, значит, замечательная история с iPod уже почти выдохлась. Уже не было сильных прироста в продаж, и уже, в общем, начались, начали новые голоса звучать, что как-то что-то надо еще. Но новизна в чем-то, вот вы говорите, приходит на сложившийся рынок. В дизайне, что вот это вот совмещается технология с искусством в одном продукте. Значит, Apple сделал несколько вещей. Во-первых, если говорить про конструкцию самого iPod, то самое главное, что в нем было, это была исключительная простота. Вообще, Apple делал продукты, для которых не нужны были инструкции, потому что на тот момент было господство азиатских производителей, где к каждому устройству прилагалась толстенькая такая инструкция, которую надо было прочесть на разных языках. Значит, с Apple, с продуктом Apple, никогда не надо было читать инструкции. Вы просто брали и сразу начинали этим пользоваться. От маленьких детей до старых пенсионеров все научились быстро пользоваться. Вторая вещь – это вот эта история с экосистемой, когда было одно простое устройство, а дальше стали появляться сначала десятки, потом сотни, потом тысячи устройств, которые расширяли функционал iPod до бесконечности, в любую сторону. Хотите радио – вот вам FM-трансмиттер. Хотите там, чтобы он делал то, сего, третий десятый, у него был огромный функционал. Третья вещь, которую сделал Apple – это вот эта история с iTunes. То есть это, в принципе, получилась совершенно фантастическая вещь. Apple сделал очень серьезный шаг к тому, что вот сейчас является господствующей моделью. А именно он сделал огромное хранилище контента, которое пополнялось само. То есть и дальше цифры, конечно, скачали первый миллион мелодий, 10 миллионов, 100 миллионов, миллиард там и так далее. То есть люди смогли сами себе формировать свою индивидуальную реальность. Потому что Apple – это, в принципе, вот такая поддержка индивидуального отношения. Вы можете из кирпичиков формировать свою вселенную. Это вот концепция Apple. И вот совмещение вот этой невероятной простоты, изящества, легкости – раз, Экосистемы 2 и вот этого хранилища iTunes, значит, хранилища контента, вот эти три фактора и сделали ту революцию, которую Apple провел с iPod. Да, верно. Евгений, скажите несведущему в этой области человеку, насколько я понимаю, достижение iTunes – это не только и не столько вопрос технологий, да, потому что огромные базы данных, файлообменники и прочее, 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 огромный быстро развивающийся рынок, накопление какой-то информации, да. И, насколько я понимаю, одно из технологических, не технологических даже, а прорывов iTunes – как раз в решении проблемы авторских прав, да. Я правильно понимаю? Это была одна из очень важных вещей, когда Apple удалось договориться с консервативными и очень недоверчивыми мейджерами, с ключевыми держателями авторских прав о том, что им достаточно, чтобы мелодии продавали за 99 центов. То есть, фактически, интересная вещь, которую я наблюдаю просто как экономический журналист, глядя за Apple, изменения Apple, изменения Стива Джобса, они приводят к изменениям, грубо говоря, не просто рынка технологий, они приводят к глобальным изменениям сопряженных рынков, в данном случае, в случае с iTunes, к системе авторских прав, к обмену контентом, да. Это же существенно изменило всю ситуацию, да. С одной стороны, давая возможность легально производителям контента какую-то систему оплаты за их работу, да. Я бы сказал так, что если бы не возник iTunes, если бы не возникла эта модель, то рынок контента ждала бы совершеннейшая катастрофа и хаос. Потому что на тот момент вот эта вот вся история с бесконечным количеством крупных пиратских ресурсов, почему она такая была? Потому что покупать легально музыку в интернете было трудно. То есть, с одной стороны, дорого и трудно, с другой стороны, огромное количество пиратств. Да. Вот Apple закрыла вот этот разрыв iTunes. Apple дала возможность людям задешево покупать эти песни, и при этом абсолютно легально. Они закрыли, дальше уже появление других сервисов таких, фактически вытеснило сначала на обочину Napster и прочие, так сказать, пиратские ресурсы. Pirate Bay, да. Да. После чего уже возникла возможность их легально прихлопнуть, потому что была абсолютная альтернатива. То есть, безусловно, Apple открыл путь правообладателям, и по сути, открыл путь всей музыкальной индустрии. Ну, вот смотрите, сейчас мы будем говорить о том, почему, где могут быть какие-то, да, cracks, трещины в этой бизнес-модели. Но, с другой стороны, ведь Apple сама создала некую монополию, в которую вовлекло, вовлекла большое количество пользователей, создав уникальные платформы, да, закрытые, фактически, платформы, не сочетающиеся с другими. С одной стороны, вот эта вот проповедуемая открытость, да, экологический подход, с другой стороны, такой вот, да, closed garden. Я бы добавил еще, Сергей, поскольку я понимаю при этом, и одна из маленьких деталей этой трещины, что очень высокие посреднические, о чем, наверное, что очень часто жаловались производители контента, очень высокий посреднический платеж iTunes и другим программам, соответствующим. Ну, то есть, да, выйдя на некий уровень, превратилось в некую такой evil empire, да, в, так сказать, веку империю, которая держит своих пользователей на одних и тех же девайсах, одних и тех же платформах и так далее. В 2010 году могу сказать, что производство приложения журнала, не буду называть какого, обходилось в 30% от его стоимости размещения там. Я бы сказал так, Apple, в отличие от Microsoft, никто никогда не называл империей зла. Значит, они создали, но другую стоимость. Да, это было, да, да. Да, надо понимать, что когда Apple открыл iTunes для PC, для Windows платформы, да, то тем самым он снял все упреки и все обвинения в том, что эта платформа закрыта, потому что, в принципе, знаете, я вот вам приведу пример из другой Opera. Вот вы, когда в начале нулевых годов покупали камеру цифровую, то, в зависимости от модели камеры, Sony или там, Canon или так далее, вы использовали тот или иной софт для того, чтобы скачать контент с этой камеры на PC. Этого софта могло быть сколько угодно, и все камеры были друг другу несовместимы. Фактически, Apple предложил стандарт. Он мог приниматься, мог не приниматься. Безусловно, когда кто-то... Вот вспомним все войны форматов. Там VHS, там BATACAM и так далее. Но каждый предлагал свой формат, дальше шла война форматов и выигрывал тот формат, который был более перспективным. По сути, Apple предложил свой формат. Какие претензии? Apple всегда так себя вел, Apple всегда предлагал свой формат. Какой-то формат, как, например, операционная система Apple, оказывалось не востребовано пользователями. В смысле, они не хотели покупать компьютеры только с этой системой. А какие-то, как вот, например, истории с iTunes, она оказалась востребована. Потому что с iTunes легко скачивать любую мелодию. Есть одна сложность. Вот когда в PC надо скачать было этот iTunes. Потому что в Macintosh он уже был заранее. Я бы не сказал, что это была... Поэтому это была мягкая такая сила. Это не была империя зла, потому что она давала альтернативу. Она давала альтернативу. Передернулась с той рекламой, но все же. Я знаете, Сергей, извините, на секунду вас перебью. Еще я хотел сказать про iPod, что сделал Apple. Дело в том, что вообще вот это все, что происходило внутри компьютерной индустрии, на ее периферии, потому что вот MP3-плеер, это как бы обочина компьютерной индустрии, это все время все-таки делалось с позицией технорей, с позицией специалистов, с позицией людей, которым надо объяснять пользователям вот эти большие инструкции, так сказать, еще какие-то вещи. Нужно много чего объяснять. Apple создала абсолютно пользовательскую безбрежную среду. Когда любой человек без какой-либо технической подготовки, гуманитарий, не знаю, врач, вот как я сказал, школьник, пенсионер, мог пользоваться, то есть он разрушил вот эту вот как раз империю зла, под названием «Есть сообщество, тайная ложа специалистов, которые являются посредниками». Apple позволил людям разговаривать с техникой без посредников. Барьер психологический снял, тоже очень важно. Ну вот смотрите, я здесь из вашей колонки форбсской читаю, что, скажем, в начале нулевых в европейском Apple рассказывали про американскую команду iTunes, что там практически одни юристы. То есть эта компания из некого инновационного пионера такого, да, превратилась в крупную... Фактически, ну что сейчас Apple? Это постоянно суды. Суды с Самсунгом, суды за правообладание. То есть какая-то очень сильная началась такая юридическая история. Знаете, я вот писал для Форбса же колонку про BlackBerry. Вот это точно компания одних юристов. Это компания, которая судилась вообще... Трудно назвать, с кем она не судилась. То есть Apple все-таки судится довольно умеренно, и я бы сказал, Apple молодец в том смысле, что они совершенно не судятся по мелочам. Если уж судиться, так вот так, по-настоящему и по-крупному... А как с Самсунгом. Как с Самсунгом, например. И при этом Apple в общем и целом все суды выигрывает. Вот скажите, Евгений, меня как, опять же, человеку несведущему в этом, вот я никак не мог понять, как так получается, и нет ли здесь какой-то двойственной ситуации. То есть Apple подает в суд на Самсунг, при этом Самсунг является одним из, насколько я понимаю, ключевых поставщиков Apple, да? Я так понимаю, что экраны, еще тачскрины, еще какие-то важные детали Apple и так далее. При этом объем закупок у Самсунга в связи с ростом продаж Apple растет, и одновременно идет атака на Самсунг. Объясните мне, условно говоря, во-первых, объясните мне, что в этой ситуации чувствует Самсунг, и как он себя ведет. Я не собираюсь считать, я совершенно не считаю, что Самсунг такие беленькие и пушистые, но тем не менее. То есть вы не видите в этом такого серьезного внутреннего конфликта? Я думаю, что Apple очень долго терпел, я не знаю этого точно, то есть у меня нет никаких возможностей об этом знать что-либо, я могу предполагать. Я думаю, что Apple очень долго терпел, и я думаю, что Apple долго пытался двигаться с Самсунгом, чтобы они не делали того, что они делают. Потому что, безусловно, Apple сделал ставку на Самсунг. Вообще говоря, это очень интересная тема. Интересная тема с Андроидом, интересная тема с Самсунгом. Вы знаете, очень большая тема, сейчас нам нужно уйти на перерыв, давайте после перерыва ее продолжим с операционными системами, и, так сказать, со взлетом и падением разных производителей и систем. И снова добрый вечер, это программа «Археология», «Археология Форбс». Эльмар Мортазаев и Сергей Медведев приветствуют вас из студии «Финам.ФМ». И сегодня мы говорим о взлете и, возможно, падении или стагнации компании Apple с Евгением Бутманом, основателем ESC Group, которая... ИС. Ну вот, говоря об истории с Apple и Самсунг, говоря об истории с Андроидом. Вот здесь нет такого, что сейчас как бы начинается восход, ну, уже, собственно, затмил в какой-то смысле и Андроид, как новая платформа, и Google. То есть некие восходящие компании. Вот мы сейчас говорили и о BlackBerry, и вот о Nokia мы можем поговорить. То есть что какие-то лидеры высокотехнологичного рынка, у них есть какой-то свой жизненный цикл. И вот компания Apple, не попадает ли она тоже в этот жизненный цикл, глядя на то, как, скажем, восходит звезда Андроида, Google остается в зените? Я бы ответ на этот вопрос отделил на две части. Первое, я бы хотел сказать, почему Apple так болезненно отнесся и к Самсунгу, и к Андроиду. Я думаю, что эта ошибка, это мое личное предположение, опять-таки никаких источников не использую, да? Я думаю, что в свое время Apple совершил ошибку, это была личная ошибка Стива Джобса, потому что Apple настолько высоко оценивал свои собственные креативные способности, что абсолютно ни в грош не ставил всех окружающих. Поэтому, например, они стали сотрудничать с компанией Samsung, которая великолепная производитель, мощная инженерная компания, которая может производить абсолютно все, от микросхем и до готовых продуктов, но абсолютно не рассматривали их как возможного конкурента, когда это сотрудничество началось. Точно так же они, Стив Джобс, приглашая руководителя Google в совет директоров Apple, в голову ему не приходило, что Google, который является поисковиком, будет делать операционные системы. Я думаю, что и в этом, и в этом это был очень серьезный просчет. Причем компании, прекрасным образом изучив детально то, что делает Apple, фактически стали делать то же самое, но в некоторых случаях даже лучше, потому что, безусловно, Samsung гораздо более сильная инжиниринговая компания, как производитель, такая техническая электронная компания, в полном смысле этого слова. А Google невероятно мощная программистская компания, поэтому ту технологию, которую они увидели, которая им понравилась и которая, так сказать, они поняли ее будущее, они отрабатывают максимально... Я думаю, что поэтому Apple так, значит, злится и нервничает. Но с Android, наверное, так сказать, трудно что-либо вообще говорить про какой-либо плагиат, да, так сказать, идеи носятся в воздухе, что называется. А вот Samsung поступил настолько бесхитростно, взяв просто вот... Точно так же, как Samsung до этого спокойно, так сказать, воспроизводил лучшие вещи, которые делали другие производители, в основном азиатские, там, Sony, например. Что Samsung, я думаю, во-первых, не был готов к тому, что Apple так обидится, а Apple не был готов, что Samsung так будет их копировать. И у Apple с Samsung, по сути, было не то, что там гласно или негласно, но как-то было разделение труда, да, у Apple был американский рынок по полной программе, а у Samsung был азиатский рынок. А тут Samsung с продуктами а-ля Apple пошел на американский рынок. Это и смартфон Galaxy, да, и ультратонкие ноутбуки. И если вы помните, то, собственно, суть этого иска вначале была запрет на продажу этих устройств в Америке, потому что это домашний рынок Apple, Apple не мог этого допустить никаким образом. От этого и... Ну, в таком случае, вот, с Samsung, возможно, готов согласиться, но, насколько я понимаю, другой конкурент, Google, здесь все сложнее, потому что, как... Мое ощущение такое, что Google, так же, как и Apple, в чем сила Google? Он так же, как и Apple, предлагает не просто продукты, но и некую идеологию. Идеология Google, в отличие от Apple, ровно обратно. Они говорят, наши приложения открыты, все могут размещать приложения, все могут разрабатывать программный продукт, пожалуйста, мы открыты, максимально открыты. Это не в неком смысле продолжение их корпоративной культуры, Google максимально открытая информационная, по крайней мере, создает такое впечатление. Компания, начиная от доступа в офис, я прекрасно помню, что, как журналисты из Москвы, пытались попасть в офис Google и во время поездки в Калифорнию, и в офис Google, и в офис Apple, с Apple за голосование заняло месяца полтора. Значит, с Google два или три дня. Тут все, да, на днях была фотография, словом, перепечатал, как Сергей Брин там с какой-то совоськой едет к себе на работу в метро. В очках Google. Да-да-да, в очках Google, вот что он тестирует по ходу. Да-да-да, сейчас по интернету ходила картинка. Да, Google всегда был очень демократичной, открытой компанией, а Apple всегда был абсолютно закрытой, недемократичной компанией. Но это абсолютно... Но ведь, насколько я понимаю, Google превращает это вот внешнее отличие пиар, превращает в некое оружие. Даже в завоевании... В бизнес-стратегию. В бизнес-стратегию. Значит, Google, в моем понимании, при всем безграничном моем уважении к компании Google, я считаю их сильнейшей, блестящей, невероятно, так сказать, стратегичной, умной и так далее. Да, вот в этой истории с Android... Археология на Финам-ФМ. 99,6 в Москве. Операционную систему такого рода, как Android, придумал Apple. А идею лицензирования независимым производителем придумал Microsoft. А Google, как ласковый теленок, двух маток сосет. Да, значит, вот есть империя, бывшая империя злам и Microsoft, которого, так сказать, только ленивый не пнулся бы на протяжении последних 20 лет. И есть блестящий Google, который, вообще говоря, делает то же самое. Но тут, в отличие от 90-х годов, есть нюанс. Нюанс вот какой. Сейчас в состоянии делать серьезные продукты, будь то хардверные, будь то софтверные, вот такие, которые глобальные, которые распространяют по всему миру, только крупные корпорации. Их мало совсем. Да, и на самом деле Samsung идет путем, который проложила, например, компания HTC. И компания HTC делала очень хорошие продукты. То есть смартфоны, вот, альтернативные iPhone, это все-таки был в первую очередь сначала HTC. А потом пошла большая вода, большая вода это Samsung. И сейчас, значит, вот Sony со своими Xperia, значит, то есть это опять глобальные корпорации. И дальше мы увидим, что вот есть рынок планшетов и смартфонов, потому что мы еще про рынок планшетов не говорили, это целая отдельная история. Вот здесь идет рынок планшетов и рынок, значит, смартфонов, а давайте посмотрим, кто там лидеры, а давайте посмотрим, как делится рынок. И дальше мы увидим, да, тысячи компаний могут лицензировать Android, а 50% рынка будут занимать 3 или 2. Поэтому разговор о том, что это демократичная модель, это такая, это для журналистов. Да, а мы бизнесмены, мы, значит, в корень должны смотреть. Ну и для демократической общественности, конечно. Ну понятно. Но тем не менее, все-таки, даже если считать, что эти идеи и аппаратные, и программные были изначально, где генерированы Apple, все равно же тот же Samsung и те, кто сейчас уже идет по его стопам, они фактически отвоевывают рынок смартфонов и рынок планшетов у Apple. И, скажем, если взять дешевые планшеты Kindle от Амазона. Мы не знаем, как дальше будет развиваться рынок. Давайте я немножко еще отступлю назад и немножко скажу, что именно сделал Apple для вообще мировой... Цивилизация. Цивилизация. Мы знаем это. Для мировой, да. Значит, Apple вывел всю компьютерную индустрию из кризиса. Всю, просто всю. Потому что что сделал Apple? Apple создал вот эту вот историю, при котором есть независимый контент, непрерывно пополняющийся сотнями, тысячами, десятки тысяч, миллионами аппликаций. Сначала, который был iTunes, потом перерос в App Store, значит, и дальше, так сказать, идут клоны. Вслед за ним пошли другие такие же гиганты, которые стали совмещать свои операционные системы с такими же хранилищами контента. Дальше пошла, значит, история, связанная с тем, что у вас есть самые разные виды носителей. У вас есть настольный компьютер, у вас есть ноутбук, у вас есть планшет, у вас есть телефон. И вы с каждого устройства имеете доступ к этому контенту. И параллельно с этим, собственно, пошла волна... Вот война, извините, волна облачных, так называемых облачных вычислений. Это вообще, по-моему, последнее, чем Джобс занимался перед своей смертью. И он только, по-моему, Айк Лаудом, насколько я знаю. Ну, мы об этом знаем из книжки Уолтера Айзексона, которая тоже сама по себе такой источник мифологии. И мне кажется, что все рассказы, которые Стив Джобс делал Уолтеру, это тоже было в некотором смысле создание некого посмертного памятника. Конструирование реальности. Конструирование реальности, да, совершенно верно. Потому что он был мастер конструировать реальность. Но я просто хочу сказать, что, если мы вспомним, в каком состоянии была мировая компьютерная индустрия на стыке 90-х нулевых годов, да, вот есть ноутбуки, в лучшем случае, да, громоздкие, тяжелые. И дальше стали делать вот эти, как они называются, вот эти усеченные ноутбуки. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Которые на самом деле, как это, ноутбуки для детей Африки. Для бедных, да. Да, ноутбуки для бедных. И все. И что делать дальше, было непонятно. А теперь, смотрите, прошло 10 лет, и уже все понятно. Вот есть носители, вот есть мобильные, значит, вот есть мобильные носители. Да, и был, естественно, один-единственный, по сути, производитель процессоров, значит, Intel, за которым следовало AMD. Но смысл был тот же самый. Процессоры для настольных компьютеров и для больших ноутбуков. А сейчас реально совершенно другая. И, по сути, автор этой реальности – это Apple. И то, что делает Google с Android, то, что делает Samsung, и то, что делают азиатские производители, и появление ультрабуков, которые, в принципе, аппаратные вещи, но, тем не менее, вот эти смартфоны, планшеты, как фактически, как это, новая форма компьютеров, да, это вот, это вот, это совершенно другая реальность. Вернитесь, 10 лет назад никто даже не говорил об этом. Ну да, это своего рода вторая революция. Ну так скажем, это даже не революция Apple, наверное, это все-таки революция Джобса, да? То есть, если... Мы не знаем, нет, ну это так, это опять-таки, Мифология. Ну, если мы видим черный ящик, и в нем только одно лицо Джобса, тогда, да, Джобса, но там внутри была очень сильная команда, очень сильная, которая это все делает, именно единомышленников. Ну, я согласен с вами, что революция, сопоставимая с тем, что вот как 70-й, какой, 74-й год, что ли, да, PC был, да, изобретен, Personal Computer, первый. То есть, компьютер стал персональным. Да. А он, как бы, второй раз стал персональным. Он уже стал не персональным настольным громоздким компьютером, а персональным, вот как часы, да, революция наручных часов. Часы неожиданно не на стене висят, да, не на башне стоят, а ты их с собой носишь время. Да, да. То есть, фактически, Apple предложила то же самое, вот это вот, как что-то, что бригеты и так далее, наручные часы. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что такие-то производители идут дальше и делают лучше, или там более функциональными продуктами и так далее, то в рамках нынешнего отрезка, да, а что будет через 5 или через 10 лет, мы не знаем. И куда пойдет эволюция вот этой вот новой, вот этой информационной среды, в которой мы сейчас все больше... Ведь раньше мы говорили компьютеры, а теперь мы говорим информационная среда. И кажется, что весь прогресс идет сейчас ровно в сторону формирования среды. А аппаратные штуки, железки, суть просто входы туда, в эту среду, окошки. Интерфейсы, да. Интерфейсы, да. И поэтому, безусловно, нам интересно, чтобы интерфейсы были все более удобны и все более используемы. Но главное сейчас находится в контенте. Создание вот этого средового подхода вот в этой части нашей программы хотелось бы, чтобы вы оценили фактор Джобса. Роль Джобса. Вот скажем, вы уже, даже переходя на вашу работу, когда вы рестором все это заведовали, насколько вот вы чувствовали, есть, скажем, в одной из... Я ведь читал анонс вашей книги, и вы пишете, что вот это разные вещи. Есть как бы фактор Джобса и фактор Apple. И вы в какой-то момент поняли, что Apple и Джобс – это не одно и то же. Ну, для этого нужно немножко углубиться в мою книжку. Там это все-таки чуть-чуть про другую ситуацию говорится. Однако я про фактор Джобса, и тем не менее, я бы вот что хотел сказать. Я думаю, что одной из самых сильных черт его было доведение до абсолюта, вот до идеала продукта, над которым шла работа. Да, он не делал продукт сам, но он добивался, что продукт был идеален. Поэтому все и говорят, что вот эта история неудачная с картами, Apple Map, что при Джобсе она была бы немыслимой. Просто такой сырой продукт не дали бы выпустить. И это, в принципе, знаете, сейчас, к сожалению, для Apple, Apple переживает сейчас период, когда каждый лык оставится в строку. Все время смотрит и думает, могло ли это быть при Джобсе. Вот этот абсолютный перфекционизм, он и позволял делать вот эту магическую историю, потому что появлялся продукт во многих смыслах совершенный. Еще Стив Джобс умел таким образом двигать компанию, когда Apple все время делал искусственный офсайт. То есть все с мячом прибежали, а там никого нет. Уже игра в другом месте идет. Искусственный офсайт судья свистит. Например, вот с iPod'ами была совершенно замечательная история, когда Apple делал iPod'ы с жестким диском, и все бросились выпускать MP3-плееры с жестким диском, а Apple взял и ровно в этот момент презентовал iPod Nano на флэш-памяти и завалил рынок, значит, MP3-плеерами на флэш-памяти. И вот это такая очень показательная история. Стив Джобс умел это делать совершенно виртуозно. А сейчас Apple все больше, то, что делает Apple, все больше начинает выглядеть как видимый тяжелый труд. Начинают слышаться скрипения, значит, ремней, запах пота, значит, тяжелая мужская работа. А Apple это... А какое же волшебство, если тяжелая мужская работа? Вообще, насколько вот ваше понимание философии Apple? Вы же какие-то тренинги, да, наверное, там проходили, и обловские, нет? Ничего? Я никогда не был сотрудником Apple. Вы не были? Никак компания не контактировала, никакие там миссии, там корпоративная философия никак не была вам транслирована? Я всегда был партнером Apple, поэтому я... Ну, вы разделяли, видимо, какие-то установки компании, как вы их понимали. Скажем так, я всегда был абсолютно добровольным приверженцем компании Apple. Я не был ни зомбирован, ни обучен, ни натренирован, ничего. Я, вот, так сказать, в этом смысле, я вполне добросовестный и добровольный последок. Вот в этом качестве, как вам кажется, была ли для Джобса лично, для Apple времени Джобса, первичная идея прибыли, извлечения прибыли? Я бы сказал так. Вот, я думаю, вот, когда анализируется личность Стива Джобса и того, что он сделал, то очень мало анализируется то, как он вел компанию как бизнесмен. Я считаю, что это еще ожидает своего исследования. Например, малоизвестный факт, что компанию Pixar, которую Стив Джобс вывел на IPO, это была первая в американской истории убыточная компания, совершившая IPO, к тому же успешная. То есть, в моем понимании, вот, я наблюдал же постоянно, что происходит с компанией, да, каждое объявление, их было немного, объявлений, было несколько в год. Apple объявлял квартальные результаты, Apple объявлял новые продукты, это обычно было четыре раза в год то и четыре раза в год это. И еще была в июне Всемирная конференция разработчиков, где тоже были какие-то объявления, ну, вот, считайте, там, девять раз в год. И после каждого объявления акции росли. Всегда. Потому что всегда подбирались новости, всегда Apple был чуть-чуть впереди или сильно впереди ожиданий. И курс акций все время рос. И я думаю, что Apple компания, которая была очень сильно ориентирована на прибыль, но Apple была вообще ориентирована на успех. А успех – это понятие комплексное. Значит, помимо безупречности продуктов, это, безусловно, и рост продаж, и рост доли рынка, и рост прибыли и так далее. Ну, то есть, в этом смысле... Ну, вот я пытаюсь как-то понять, читая в том числе биографию Стива Джобса и вот эти все буддийские его вещи, что для него все-таки не было характерен такой рационалистический, механистический западный подход, вот эта вот рационализация прибыли, постановка прибыли во главу всего. Ему, мне кажется, было интересно создать некий совершенный продукт. И в том числе, в процессе создания, приближения к этому совершенному продукту, да, одна из целей, которая решалась, было извлечение прибыли, но она не была абсолютной. Это такой очень сложный вопрос, и на него, я думаю, что уже почти никто не сможет ответить точно. Ну, вот, например, например, знаете, вот я вот о чем сказал. Вот я часто слышу от, как вы говорите, рациональных компаний какие-то мантры такие банальные, типа, нам зарплату платит покупатель, или клиент всегда прав. Ну да. Или, вот, и вот правильный вопрос, который я никогда не слышу, это как тот же самый Стив Джобс или как Эппл относился к своим потребителям. Любили ли они потребителей? Уважали ли потребителей? Считались ли и с их мнением? Вот, я бы на все эти вопросы ответил нет, на все три. Не то, чтобы специально не любили, но просто их не обращали на них никакого внимания. Ну, вот о том, как с этим подходом компании вы основали, так сказать, руководителей сетью компании Рестор, поговорим после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология Форбс». Сегодня в эфире, как всегда, по понедельникам, Эльмар Муртазаев, Сергей Медведев вас приветствует. Сегодня у нас гость Евгений Бутман, основатель ECS Group, которая, собственно, была представителем и дистрибутором компании Apple в России на протяжении многих лет. И в том числе, Евгений, вы были основателем и руководителем компании всей сети Рестор, да? Да. Ну вот вы озвучили такой, несколько, может быть, парадоксальный вывод перед перерывом, что, собственно, Apple не ставила во главу угла ни чувства, ни желания потребителя. Как вам, как вы, собственно, основывали эту сеть, когда во главе не было интереса потребителя? Ну, во-первых, я не Apple. И то, чем я занимался, это чистый бизнес. Ну, Рестор вы все-таки продавали продукцию Apple. Конечно, но говорить, знаете, это все равно, как говорить, вот товарищ Сталин, значит, не очень любит, скажем, там, не знаю, албанских крестьян. А как же вы занимаетесь сельским хозяйством в Албании? Значит, вот, я бы сказал так, вот это была вполне такая органичная, эволюционная история, то есть мы занимались, мы стали представлять интересы Apple в 96-м году, а первый магазин Рестор был открыт в 2005-м. То есть мы прошли долгий путь как дистрибутор, как компания, которая занималась Apple. Причем мы занимались не только в России, а практически во всех бывших республиках СССР. И в какой-то момент, когда стало понятно, что планы Apple в отношении России очень велики, и что нам нужно очень за короткий срок нарастить продажи существенным образом, мы стали использовать все пути для наращивания этих продаж. И в частности мы стали думать, и не только думать, но и занялись вот этим вот розничным проектом. Причем вначале мы не думали, что это целый розничный проект, мы открыли один магазин экспериментальный. И полгода работали, наблюдали, думали, и поняли, что мы можем это делать. И тогда мы открыли следующие там пять магазинов. Потом мы наняли инвестконсультантов, которые все на это все посмотрели, сказали, вот если у вас будет меньше 15 магазинов, вы не будете инвестиционно привлекательны. И мы разработали план 15 магазинов. А когда мы разработали план и стали его реализовывать, мы поняли, что для нас принципиальной разницы между 15 и 50 уже нету, потому что мы создали инструменты, механизмы для создания открытия. И по ходу дела мы учились, осваивали, проходили все ступеньки вот этого искусства розничных продаж. И потом мы открыли и 50 магазинов, и больше, и потом мы стали открывать эти магазины в других странах. И начали мы с республики СНГ, мы начали это делать в Казахстане, а потом довольно быстро, поняв, что мы умеем работать на другой территории, мы решили работать в Европе. И в результате, вот когда я уже уходил в 2011 году, то у нас были сети в Германии, в Дании и Норвегии. А сколько всего магазинов? Ну, мне сейчас трудно сказать, потому что... На момент ухода вашего? На момент ухода... Ну, мы же еще, помимо Apple, мы тогда стали заниматься и другими брендами, стали открывать магазины Nokia, магазины Sony фирменные и магазины Lego. Но на момент ухода это было, наверное, под 100 магазинов, около 100, суммарно. Но сейчас, если я правильно понимаю, 200 или что-то в этом роде, суммарно, вот по всем брендам, по всем сетям. То есть, фактически, нынешние стратегии, это компании уже там без меня, их самостоятельно и абсолютно никак со мной не связаны, это создание розничной группы. Что, собственно, я сам делаю в своем новом бизнесе, но только в совсем другой сфере. Ну, касательно рестора, вы понимали, что нужно создавать какую-то особую группу, в смысле, таргетировать какую-то особую группу покупателей. Вот то, что сейчас называется креативный класс, да, такая более молодая. Вы вот, грубо говоря, вот Джобс не очень думал о потребителе. А как вы о них думали? Знаете что, я бы вот не хотел про Джобса в негативном ключе это говорить. Скажем так, он просто знал, что нужно потребителям, чего потребители сами про себя не знали. Вот я бы так сказал. Мы в этом смысле, честно, более простые были ребята и мы, безусловно, нам было очень важно, что такое наша аудитория потребительская, кто покупает и так далее. Когда мы только начинали, то Apple совсем не был столь популярен, как впоследствии. Не было ни iPhone, ни iPad. У нас были только iPod и компьютеры, и все, больше ничего не было. И, значит, была довольно значительная часть аудитории, которая по-английски называется Young Professionals, молодые профессионалы. Это молодые люди, которые самостоятельно работают, зарабатывают деньги, у которых есть достаточно серьезный доход, собственный, и которым интересна продукция Apple. Мы ориентировались на большие города, на города-миллионники. Собственно, это то, что сейчас и стали называть креативным классом. На самом деле, конечно, это не точное определение, нужно говорить, не креативный класс, а это называется класс самостоятельных, самодостаточных людей. Люди, которым не нужна подпорка государства. Вы это понимали с самого начала, что потребителями все-таки это более-менее премиальный продукт, и что потребители ваши будут именно такие. Да, мы это понимали, и мы опирались в том числе на те исследования, которые, собственно, делал сам Apple. И другое дело, что мы, например, считали, что, например, по iPod'ам существенно больше будет количества со всех школьников, подростков вот такой аудитории. На самом деле, фактически по всем абсолютно категориям продуктов главная аудитория это были молодые профессионалы. Вот возраст, сейчас бы я это обозначил как от 20 до 35, вот так, сейчас даже до 40. Все равно это молодые профессионалы. То есть, растет все-таки сейчас немножко, ну, как бы ядро остается, да, может быть, немножко возраст растет. Знаете, вот сейчас, если у меня есть там три минутки, я бы вам вот такую небольшую речь на эту тему сказал, значит, сложилось несколько обстоятельств. Во-первых, в России непрерывно растет средний класс. И средний класс, это и есть, собственно, основа и почва для создания вот этого вот этих самостоятельных людей. То есть, люди, которые зависят только от себя, от результатов своего труда, от своего заработка, от своей квалификации. И он растет повсеместно по России. Значит, и под этот сам, и они являются главной потребительской аудиторией. Конечно же, главным потребителем России являются ни пенсионеры, ни школьники, ни дети, ни государственные служащие. Это вот этот самый средний класс. Государственные служащие могут с ним пересекаться, но просто потому, что они свои квалификации могут туда переходить. Под эту огромную потребительскую аудиторию выстраивается абсолютно все. Вся сфера потребления, все эти рестораны, кинотеатры, торговые центры, магазины, это все под этот средний класс. То есть, фактически, потребительским рынком России управляет средний класс. А средний класс, это и есть база, основа вот этого самого так называемого креативного класса. Поэтому я, например, к этому отношусь с гораздо большим оптимизмом, чем то, что сейчас разлито в воздухе. Я считаю, что это крепкая основа, вот это ядро, это ядерная аудитория, там, электорат, он будет только силиться и крепнуть. Потому что туда входят все новые, 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 там, не знаю, сотни тысяч, миллионы людей. Ну, вот интересно, да, вы здесь так говорите, потому что у нас разные были гости в эфире по этому поводу, в том числе и хранившие средний класс, и в том, что революция среднего класса в свое время не состоялась. Но вот, ну, вы средний класс все-таки определяете больше по доходу, по достатку. Вы знаете, одно из очень интересных таких определенных среднего класса произошло, те люди, которые покупают посудомоечную машину, например. Те люди, которые... холодильник, да, там, даже не печку микроволновую, а именно инвестиция в посудомойку, она вот все-таки это там 25 тысяч рублей, да, где-нибудь. Так, а это означает определенную привязку, что у тебя и квартира, в общем-то, несъемная, да, своя и так далее. Я оцениваю средний класс как людей, которые в состоянии за серьезные вполне деньги продать свою квалификацию и свои профессиональные навыки. То есть, это человек, который, а, всегда может найти работу под свое... Не мыть подъезды и не подметать улицы, а именно свои знания и свою профессию. Это то, что, знаете, как это? Мастерство не пропьешь. Вот это та самая квалификация, но оценивать средний класс именно по характеру потребления, я бы сказал по-другому, то, что я бы сказал три минуты назад. Потребление выстраивается под этот средний класс. То, что они могут купить себе посудомоечную машину, это потому, что среднему классу предлагают посудомоечную машину, да? А, собственно, основа среднего класса это способность самостоятельно зарабатывать деньги. То есть, да, вы смотрите на него со стороны производства блага, не со стороны потребления блага, а со стороны производства. Ну, хорошо, да, такой очень позитивный в этом смысле взгляд. я могу сказать, что мы считали, сколько у нас, вот когда еще рестор был, надо сказать, в таком строящемся состоянии, ну, седьмой год перед кризисом, у нас проходило через наш магазин 4 миллиона человек в год. И мы, в принципе, и все время росло это количество, там, миллион человек в квартал. В принципе, я думаю, что сейчас речь идет про 10-15 миллионов в год. Вы имеете ввиду покупателей? Покупателей. Именно покупателей. Этих посетителей, я сразу перевожу с английского языка, визиторов, людей, которые приходят в эти магазины, которым интересен Apple. В принципе, такая очень интересная статистика, можно собрать все магазины электроники и посчитать, какой у них годовой трафик. Это еще есть средний класс. Это не бедные, это не богатые, это вот средний класс. Ну, например, электроники. Ну, послушайте, но, я не знаю, мобильные телефоны же все покупают. Мобильные телефоны. А я же не говорю магазины сотовых телефонов, тем более, что сейчас в чистом виде сетей, которые продают сотовые телефоны, не осталось. Они продают такое колоссальное количество всего, включая финансовые услуги, турпутевки и так далее, что вычленить трудно. А вот магазины электроники, там, МВидео, не знаю, Медиамарк, там, не знаю, Эльдорадо, это средний класс. Но это мы немножко в сторону ушли, да. Недешевый Рестор. Но, с другой стороны, Apple, он продает продукцию, может быть, для какой-то более продвинутой, что ли, части вот этого среднего класса. Чем, ну... Ну, чем в целом вся электроника все-таки внутри... Но, объективно, они просто дороже. Они просто дороже. Телефон за 30 тысяч, там, я не знаю, ноутбук за 30, 40, 50 и так далее. Я бы сказал, что продукты Самсунга тоже стоят недешево. И продукты Sony тоже стоят недешево. Там есть те, что подешевле, есть те, что подороже. Сейчас дешевле всего стоит Nokia. Безусловно, Apple это продукт не для всех. Тем не менее, если вы посмотрите, какое количество людей ходят с айфонами, то вы удивитесь. Ощущение, что ходят просто все. Ну да. Я помню, что когда, значит, была какая-то дискуссия года два назад насчет того, какое место занимают планшеты российского производства. Я говорю, знаете, вот я захожу иногда в Starbucks и вот смотришь, чем люди сидят. Я не видел ни разу ни одного планшета российского производства. Поэтому я считаю, что этого явления не существует. А на меня все кидали камни. так вот, значит, зайдите в Starbucks и посмотрите, сколько людей сидит с продуктом Apple, Samsung и все остальные. Так вот, я утверждаю, что Apple и Samsung это близко к 100%. Ну да. Да. Фактически. Да, Илья. А можно я позволю себе все-таки вернуться немножко назад и все-таки Джобс, Apple, спросить вот какую вещь. Вот эта вот неудача, на самом деле, для другой компании локальная, в случае с Apple, сразу приобретет, неудача, которая приобрела, некий магический характер с картами и прочее. Ощущение, да и прочая история с Apple, ощущение такое, что фирма Apple в значительной степени картина висела на одном гвозде. Это создается ощущение, что вот умер Джобс и что? То есть, грубо говоря, черный ящик, у которого нет лица, не может быть черным ящиком, да? Они, грубо говоря, мой вопрос такой, они не могут воспроизвести ту же самую систему, найти некого внешнего, внешнего лидера и прочее, прочее, прочее. То, чего вы начали, может быть, Евгений, вы сказали, так сказать, вот это вот, the magic is gone, ушло вот этот вот фактор волшебства, частично связанный с фактором Джобса. И Apple становится великолепной, инновационной, хай-тековской, но просто компанией, еще одной компанией. Я согласен с тем, что Apple придется пройти через определенные, в том числе, не знаю, ментальные, идеологические кризисы, связанные вот с чем. От Apple все ждут, что он должен предъявить мир, абсолютно новый и неожиданный продукт, так как это все время было с планшетом, а до этого с iPhone, а до этого с iPod, а еще там MacBook Air, который был тоже абсолютно, а до этого, значит, вот этот самый, в 98-м году, значит, iMac о прозрачном корпусе, да, который целую субкультуру создал вокруг себя. Но, если Apple не создаст такого, а будет просто идти с совершенствованием имеющихся продуктов и плюс с вопросами контента, да, то, в принципе, может в этом смысле разразиться достаточно серьезный внутреннего кризис или вокруг него, и плюс к этому вот эта вот история про то, что Apple продолжает сохранять информационную закрытость, будучи, по сути, уже прозрачной компанией для всех. Я думаю, что им придется поменять подход, это будет определенная эволюция, потому что все-таки в идеологии Apple было нечто от религии, да, вот был основатель этой церкви, он скончался, его нет, и они, мне кажется, все время сверяют, а что бы сделал, что бы сказал основатель вот этой церкви, основатель этой религии. Я думаю, что они это переживут. Как я сказал, у Apple огромный, колоссальный запас прочности. И у Apple есть, можно просто перечислить, и у Apple огромный, и теперь, что они знают, И там жертвой, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...